Я, короче, доделал двоечку. Пришлось все-таки сейчас вот перед тем, как я ее помыть, загнал, вон она сзади меня, еще раз трезачком пройти, господи, какую левую сторону, которую я первый раз скрасил, потому что что-то как-то вот у меня шагрень немножечко меня это гнетет. Стало чуть-чуть лучше, но так как надо, еще лучше к идеалу. Так что, в принципе, так, что-то меня не видно, да, вот так. Стало гораздо лучше. Стало, короче, гораздо лучше. Мы, значит, что, ну, как бы вот к чему мы шли, то у нас и получилось. Значит, у нас получилась хорошая шагрень по всему кузову, не как раньше она была спиленная, такая вся лысая. Ну, первый блин комом, плюс мы удалили все проседания, которые вылезли после первой окраски. Ну, без этого никак, потому что красили зимой, конечно, все выжидали, там все по технологии, но машина постояла недельку вот на таком солнце, как сейчас, 25 градусов, и как бы кое-что тут просело, это нормально. Вот, значит, мы избавились от проседаний, это два. И три мы попали в цвет, то есть у нас с водительской дверью были проблемы. Вот, теперь такой проблемы нету. Теперь машина однородная, однотонная. Вот, значит, и четыре, там были кое-какие пятна по передней правой двери, и я их тоже убрал. Ну, были протиры, были еще какие-то там нюансы. Короче, 5-0. Ну, конечно, чуть-чуть больше мусоринок сейчас стало, потому что машина у нас сохранена шагрень. Вот, частично я, ну, мусоринки, если подпиливать, как бы, ну, не очень это получается, красиво их все равно видно. Получилось то, что получилось. Мне, в принципе, более-менее результат нравится. Ну, как всегда мне, ну, как человек, который сам делает, ничего не нравится, потому что, во-первых, я знаю, что я делаю, я туда смотрю внимательнее, до какого-нибудь, до всего. В принципе, если человек подойдет со стороны, я думаю, он, ну, как бы, ему скажут, вообще все зашибись, Антоха. Ну, как всегда, сам перед собой я вижу, что я косячу. Люблю я покосячить. Короче, пошли посмотрим, что получилось у меня. Так. Это что такое? А это значит, что я крышу всю очистил. Снял эти самые козырьки. Все абсолютно чистые крыши. Правда, по стеклам теперь потекло. Так. Очищаю сиденье. Оно практически очистилось. Как бы, ну, вот такое вот. Было вот такое. Я не знаю, я, наверное, с него вот это вот. На нем такой есть, как бы, ну, такой, немножко тигровый такой вот налетик. Я не знаю, грязь это или так полагается. А здесь вот я его очистил. Ну, в общем, вот, да. То есть видно такой пятнистый. Пятнистый, да, вот здесь вот. А вот здесь вот однородный. Аналогично заднее сиденье. То есть делаем вообще все, чтобы красиво было, матовое прям вот. Четенько. Вот, вот так вот. Было вот так вот. Стало вот так вот. Также попутно карты очищаются. Козырьки я уже очистил. Абсолютно чистенькие. Вот водительский козырек с кармашком. Обычно грязь забивается вот здесь вот. Вот в этих шовчиках здесь все чистенько. Сейчас, как видите. Со всех сторон. Так вот, введу сборку заднего сиденья. Все сиденья сами. Уже очистил кожу. Вот. Поставил вот эти вот резиновые пукли. Там, там. Все их тут, половины их не было. Чего хотел. В общем, решил немножечко. Смотрел вот на эти фиксаторы. Думаю, они какие-то некрасивые, да? Какие-то они облезлые. Я их немножко подвосстановлю. Сиграцируем, как они были. Ну, запоминаем. И откручиваем их. И начинаем их чинить. Тяжело идут. Никогда не откручивались. Процентов 90 даю вам, что их никто никогда не откручивал. Вот они мои хорошие. Самое главное, не путаем право с левым. Дело не в том, что они невзаимозаменяемые. Это не важно. Это просто, я считаю, особый шик, когда вот на машине все установлено так, как на ней установлено с завода. Так, болтики. У нас какой-то болтик. Я тут глядел. Вот он. Он некрасиво видно, да, шлицы? Мы его поменяем. Их тоже не путаем. Верхний и нижний. Это особый шик. Ну, вот просто хочется мне так. Штатное место тоже не очень красиво выглядит. Сейчас мы тут все помоем. Ну, что, как вам результат? А? Самый шик этого момента в том, что винтики, у них крестик, и крестик вертикально стоит. И там, и там. Там, и там. А? Красота? Все в деталях познается. Я ее сейчас мою, потому что во всех щелях вот эта вот паста, прочий мусор, пыль, всякая херня, короче. Вот. Смотри, какая она стала. Вот прям вот когда погода хорошая, да? Она прям такая сочная. Конфетка-леденечек хочется подойти, да? Встать на коленочке, язычком лизнуть. Вам хочется ее лизнуть? Нет? Мне хочется. Вот. Ладно, без шуток. Вот, в общем, наша проблемная сторона. Вот она. Сейчас я ее смываю, потому что она у меня, во-первых, под солнцем стоит. Ее надо смыть и от шампуня. И сразу в тенечек перегнать, чтобы вытереть. Потому что иначе она начнет, вода на ней вся запекаться, закипать. Вот мы сейчас ее все смываем. Она вся полностью промыта двумя шампунями. Один шампунь для этих самых, ну, бесконтактной мойкой основной. И второй, так сказать, ухаживающий. Можно его так назвать. Каждодневный. Вот. Сейчас надо будет колесики подкачать. Все. Я все подполирнул еще кое-что. То, что нужно до этого было подполирнуть. Ну и все. В принципе, встречайте. В общем, я еще даже скажу, что одно, что она стала поровнее. Поровнее. Потому что все-таки терка брусочками не проходит. Даром. Перед покраской я имею в виду. По цвету все четко с дверью. Помните, дверь выбивалась из, так сказать, общего тона цвета. Она была чуть-чуть светлее. Сейчас она прямо, ну, я даже вот знаю, что я ее красил. Я не могу докопаться, не могу увидеть это. Продолжение следует. Так, ну вот, в принципе, все помыто. Вытерто. Уже время много прошло. Я кое-что доделал, то, что хотел. Смотрим, что получилось. Пока свет. У нас вот самый выгодный цвет. Цвет освещения. На нем лишнего не видно. Все в лучшем виде выглядит. Все косяки вот при таком свете. Наша задача посмотреть по шагрине, по цвету, по пятнам. Такая вот у нас по правой стороне, в принципе, есть нормальное отражение. Вот он я. Да, меня четко видно. При этом вот она. Пытаюсь показать вам. Пытаюсь поймать ее. Вот она, да, видна шагринечка. Та, которая должна быть. Причем такая шагринь у нас абсолютно по всей машине. Вот она. По поводу ровности кузова. Да, выгодное освещение. Вот так вечером, в 8 вечера, в августе. Лишнего солнца нет. Сумерек нет. Все выглядит вообще на 100 баллов. На самом деле это не так. Камера не передает. Во-первых, она не берет то, что я вижу. Лично я. Во-первых, она плохо отражает реальность. Решетка интересно выгодит за счет того, что я вертикальные на ней, эти палочки, которые вертикальные, перемычки, я их подкрасил черным. Их теперь практически не видно. То есть, теперь видны только горизонтальные. В следующий раз я буду полировать крышу-капот и вот это место. Вид на автомобиль сзади. Вот для вас, казалось бы, в принципе, ничего не изменилось. Для многих тоже так же ничего не изменилось в прошлой покраске. И вот, по сути, я покрасил еще раз заново машину, все кроме крыши и капота. Я все, ну и крышки багажника, я все выкрасил заново. Так, я грунтовал, я выпрямлял что-то. То есть, я боролся со своими же косяками. С одной стороны, я мог бы эти косяки в первый раз не делать, но еще повторюсь, что, в принципе, это правильный окрас, когда машина красится второй раз после первого, так сказать, окраса. Потому что там шли шпаклевочные, сварочные работы, грунтовочные. То есть, материал свойственно проседать. Он проседает. Конечно, мы правильно все сделали, что выждали пару месяцев и перекрасили еще раз машину. Мы убили большое количество косяков. Еще раз показываю. Вот теперь дверь у нас одно целое. По водительской стороне, то бишь по левой стороне, у нас шагрень немножечко другая. Не та, которая с правой стороны. Немножечко другая, но она тоже верная. Но она другая, я это знаю. Она более такая острая. Это виднеется. Я завтра еще подшлифую, наверное, вот эти места у дверей. Вверхние эти стеки. Потому что они совсем не нравятся. Я это вижу в зеркалах. А по вертикали, в принципе, меня уже все устраивает, можно сказать. Шагреничка. Вот мне получается взять шагрень. Вот да, здесь видно. Это не шагрень такая, это крыша такая. Но, тем не менее, отражение играется, да? Вот видно, когда. Здесь хорошо видно. Без шагрени машина, еще раз повторю, не смотрится. Вид сверху. Ну и теперь самое вкусненькое, салон. Я сегодня довольно-таки долго его чистил. Наверное, часа четыре именно сиденья. Посмотрите, что получилось, зацените. Здесь я, кстати, не могу никак счистить. Это что-то такое прям очень едкое. Я, конечно, буду еще пытаться это место чистить, но... Задние сиденья. Задние сиденья. Задние сиденья. Все очищено. Все козырьки у нас чистенькие. Все козырьки у нас чистенькие. Конечно, салон еще требует еще одной чистки, я так полагаю. Сиденьи все-таки довольно-таки сильно впитали в себя грязь всю с 1976 года. Но, тем не менее, пока, так сказать, можно сказать, первичная очистка основной грязи. Прямо вот очень много ее было. Она до сих пор осталась. Здесь вот я кое-что не прочистил. Много нюансов. Это родной материал. Не перетягивался, не перешивались швы. Ничего здесь все в заводе. Это очень ценно с точки зрения как бы показатель пробега. Большинство машин, вы помните, да, вот эти места порваны, углы вот эти вот с водительской стороны. это не наклейка, это магнитик. подарок Андрея в виде аптечки. Большое ему за это спасибо. Ну и обновленные кронштейны спинки. Тоже маленькая деталь, но просто классно выглядящая здесь. вот такая вот она ВАЗ-2102 после еще одной покраски. Все, прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok